Всем привет, с вами канал AlexDNPro Это игра Warhammer Total War Вторая часть Давайте же посмотрим, что она из себя представляет Выбираем новая кампания Собственно, движок игры остался прежним с первой части Но претерпел некоторые изменения Относительно производительности, а именно Убедичалась производительность, собственно Некоторые эффекты стали более грамотно отображаться Итак, как вы видите, открыты у нас сейчас 8 фракций А именно, вот эльфы Два варианта Базовая сложность здесь высокая Различные варианты лорда и, соответственно, разные плюшки дает Итак, вот такая вот новая наша раса Какие-то жабы, в общем, ящеры В первой части я что-то их как-то не встречал Так, темные эльфы, да? Такой бандит этот, да? Самый главный Черные копчеги, могущие корабли То есть для каждой расы здесь присущи Свои уникальные особенности, свои уникальные юниты Так, и вот эти вот наши уже крысы Крысы, крысы какие-то, в общем Против гномов, вот смотрите, эффекты лорда То есть здесь необходимо еще грамотно выбрать самого лорда Ну, я, пожалуй, возьму высшие эльфы Итак, длительность найма у этого лорда, смотрите Минус один, да? Ход для пехоты и всадников Содержание минус 35% Собственно, почти для всех основных юнитов Так, у этого лорда Отношения с людьми высшими эльфами Немножко, ранг новых героев Сила магии Ну, в общем, это, короче, маг Мне как-то маг не очень-то пошел Мне больше пошли все-таки войны Итак, выбираем этого лося Ставим сложность высокую Итак, смотрим, что у него есть Бронебойные выстрелы и кортечные боеприпасы Орлинный коготь Это, как вы уже догадались, артиллерия То есть, дальность 370, вот, можно посмотреть И урон от выстрела 139 Так, огненный пеникс Вот это вот интересная штука Летающий Такой вот юнит у нас Собственно, мы его посмотрим уже чуть позже Так, просмотр вступления Дополнительным обучающим эпизодом нам не нужен Итак, шпионаж Торговые соглашения открывают доступ к информации О владельни партнера Боинская доблость Та-та-та-та-та-та В ближнем бою Ну, собственно Начинаем Такая вот у нас идет картиночка Каких-то асуров тут вспоминают Согма для мужчин и дворфов Согма для мужчин и дворфов Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Собственно, как вы поняли, есть специальный вихрь, который ослабляет всех врагов, именно демонов, и поддерживает мир и порядок во всем мире. Вот такая вот нехитрая история. Итак, что же у нас здесь еще? Советы их, собственно, как и в первой части даются. Здесь различные советы, иногда бывают высказывания. Заметив, что появление кометы вызвало раздоры среди высших эльфов Ултуана, темные эльфы не стали упускать возможность нанести удар. Их армия угрожает Лотернул, столице Асуров, в которой правит король Феникс. Проклиная отсутствие брата, Тирион собрал свои немногочисленные войска и двинулся на юг. Вот так. Кстати, загрузочка, да, действительно стала идти чуть быстрее. Кстати, что характерно, первая загрузка вот идет обычно, ну, долго, скажем так, а уже вторая и последующие относительно быстро загружаются. Видимо, какие-то файлы все же остаются в кэше. Так, что касается графики и производительности, то тут, да, конечно, чуть-чуть все же снизили, как бы, процессы, вот, требования к процессам игровым. Но компы для этой игры должны все же быть такие нормальненькие. То есть, я себе сейчас в данном случае поставил низкие эффекты, чтобы не гудел сильно комп. Хоть, в принципе, у меня и тянет он на высоких. Но не люблю, когда сильно шумно. Так. Вот такой вот супер-пупер эльф. Как вы видите, у него на клинке какие-то руны или знаки какие-то, да, не руны, да, какие-то эльфийские какие-то символы. Такой вот кривой меч какой-то с зазубринами. Ну, в общем, все сделано дорого и по-богатому. Собственно, один шлем только чего стоит из золота. Ну, эльфы, они такие роскошные ребята, поэтому могут себе позволить. Ну, так, поехали. Спасибо. Как никогда не было. Друкхи инваде нас в номере. Безусловно, Малекифф или его крону из мамы чувствовали сильные силы в Вортехе. Их университет в их вортех. Их университет. Их университет для Лохерн. Их университет Фениксу не должно падать. Финобар мне предупреждает, чтобы университет. Их университет. Их университет. И вместе мы будем преодолеть. Друкхи инваде Итак, здесь даются небольшие полезные советы. Давайте все-таки... Дали задание. Стремление к совершенству. Эльфийское поселение. Нужно в Лотерне. Возвести. Друкхи инвестиции. Друкхи в облаке за старые скроллы. Я не собрался. Но это не плохая новость. Они должны быть остановлены. Вот такие вот у нас бандиты, да? Какие-то. Так. Оп. Морская стража. Доспехи вот тут у них. Лучники. Ну, собственно, все как и у нас. Ну, единственное, что это темные эльфы. А у нас высшие. Итак, от лесных эльфов чем идет отличие? То есть, архитектура у нас напоминает все же людскую, да? То есть, строение. А не деревни всякие. Здесь, как вы видите, есть десять слотов в столице. То есть, для людской архитектуры у нас обычно было восемь. То есть, шесть, восемь. С использованием, собственно, самого главного. Итак, что же нам даст высокая цитадель? Так. Получим осколки путей. Приносимый доход. Рост. Доход от всех построек увеличится. Все регионы этой провинции. Сопредельных провинций также. Незапятненность. Дополнительные ячейки. Ну, и понятно, и крутой гарнизон дается. Итак, что же нас просили построить? А именно, эльфийское селение. То есть, сейчас у нас 100 дохода идет, да? Добавим, и сразу же станет 150. Я же все же делаю ставку обычно на увеличение дохода. Также новые постройки откроются у нас. Уровень, как вы видите, да? Здесь вот максимальный уровень третий. Чертов войны. Морская стража какая-то станет у нас тут. Такие товарищи. Так, а это у нас пролив. Собственно, порт, по сути. Так. Итак. Ммм, да-да-да. Отлично так для морской стражи. Не кисло. Так, ну остальные здания посмотрим чуть позже. Давайте посмотрим, собственно, самого героя. Проведем обзор. Так. Здесь стандартные режимы. У него марш идет. Засада. Так. Что это такое? Ага. Режим лагерь. Режим лагерь хорошо ставить, когда вы находитесь на вражеской какой-то земле, которая причиняет обычно не боевые потери. Так. Что у нас тут еще? Опыт. Для всех. Понятно. Так. Дальше открываем, собственно, сведения о персонаже. Что здесь у нас нового? Здесь основное окно осталось как прежде, да? То есть зачарованный предмет. Транспорт различный. Талисманы, оружие. Это понятно. Все появится чуть позже. И, соответственно, будет использовано. Чем характерен этот герой? Как вы видите, 125 доспехов у него. Уровень. То есть это довольно-таки много. То есть юниты, которые не наносят урон сквозь доспех, скажем так, не причиняют ему вреда. Ну, кроме, соответственно, героев. Потому, как вы видите, в данном случае 470. Урон оружия 280, сквозь доспех 190. Итак, навыки. Ну, а что касается навыков, то навыков здесь действительно много. Защита в ближнем бою. Но я обычно все же рекомендую развивать параллельно навыки самого героя, который улучшает самого героя, а также параллельно и армии. Потому, как битвы все же выигрывают армии, а не герои. Ну, об этом чуть позже. Вот различный у нас транспорт появится. Смотрите, да? Такой вот, какой-то пегас, что ли, да? Это скорость увеличена. Усиление навыка. А, эльфийский скакун просто. То есть не летающий. Ну ладно. Об этом чуть позже. Так, давайте для начала подумаем, с чего нам начать. Нам необходимо захватить это поселение. Смотрите, мерцающая башня. Вот такая вот у него защита. Темные панцири, темные панцири. Ну, то есть, скажем так, не очень-то и круто. Я бы так сказал, подходит для нас абсолютно. Ну что ж, попробуем. Атак! В победу! Властитель, ваша армия пришла под стены города и готова к штурму. Но, может быть, вы предпочтете взять противника измором? Конечно же, предпочтем, когда будет реальный противник. А сейчас сможем и так его. Копия ужаса. Смотрите, какие здесь лоси. Темные панцири, темные панцири, стрелки и мечники. У нас же против них есть свои стрелки, да? Сто восемьдесят дальность, урон двадцать. У них всё же... Как бы арбалеты идут. Сорок. Но у них нет героя. Здесь, собственно, один герой только чего стоит. Герой и орлинный коготь. Поэтому... Давайте начнём бой. Можно было бы выбрать быструю битву. Там бы нам всё сразу посчитали. Я хочу вам всё-таки показать сам геймплей сражения. Как, собственно, и во всех частях Total War, здесь бои проходят на открытой местности и в поселениях. Но бои в поселениях, в частности, в укреплённых поселениях, происходят только при наличии стен у поселения. Иначе просто открытая местность. Вот так вот. Причём, когда вы защищаете стены именно, то есть это столица со стенами или форпост, в котором построены стены, вам доступны также башни стрелковые, там, различные варианты защит. Как противник, в данном случае компьютер, когда на вас нападает, показывает вам авторасчёт битвы, что он там супер-пупер крутой, мне непонятно. То есть, по факту, если вы защищаете стены, то у вас есть все шансы отбить атаку равного по силе противника. Это как минимум. Два мечника, два лучника и один копейщик. Так, ну вот мечников у нас нет, зато есть орлинный коготь. Артиллерия, она всегда даёт нам высокий шанс на победу. Кстати, обстрелы противников, они снижают дисциплину. Здесь в этом плане всё проработано. Ну, собственно, если вы играли в первую часть, то вам в этом рассказывать-то и нечего. Итак, идёт постройка. Итак, варианты. Поскольку я напал и у меня перевес в силе, скорее всего, противник всё же будет прятаться. А именно, ждать меня, пока я к нему подойду. Поэтому использовать оборонительный режим бессмысленно. Итак, лучники. Так, ну лучники нормально. Разбиваем всех по отрядам. Ставим нашего Васяна вперёд. Игл Клоу. Так, докуда бьёт наша артиллерия? Ммм, почти, да? Ну, давайте поставим чуть-чуть поближе всё-таки. Чтоб сильно она не ехала. И начинаем. Так. Обращайте внимание на расположение ваших войск в битве, лорд. Чтобы добиться наибольшей эффективности, растягивайте отряды. Хлоп. Пока пошмаляем просто из дальней дистанции. Кстати, если мы уничтожим вражеский командный отряд, то мы получим преимущество в битве. Так, закроем этого советника. Вот видите, урон от артиллерии. И серенькая шкала это ничто иное, как боевой дух. Всё, не выдержали, не выдержали. Всё-таки поняли, что будут сидеть и отхватят по полной программе. Мы же всё-же подождём немножко. Нам спешить некуда. У нас артиллерия, так сказать, серьёзное преимущество, да? Он сшибает сразу троих с одного удара. И ждём. Так, картечь. Командир, ваши стрелки могут сыграть в этой битве решающую роль. Прикажите им атаковать противника издалека и позаботьтесь об их защите. Итак, режим перестрелки у нас стоит. Всё чётко. Так, огненный след. Так, пока ждём, ещё ждём. Картечь, хлоп. То, что нужно, да? Ну, собственно, одной артиллерии можно было их всех перебить. Я просто не противник лобовых столкновений, потому как считаю это как минимум бессмысленно. Смысл выделываться, да? Если мы можем чуть-чуть подождать, а потом уже всех спокойненько перебить. Итак. Поехали. Всё, дрогнул вражеский командир. Остальные тоже напуганы. Надеюсь, его армию враг струсил и обратился в бегство. В погоню за ним. Всё, Феникс там сейчас насыпает. Так, а вот копейщики всё не унимаются. Да. Где наш босс? Так, этого закроем советником. Уже достал нас. Чем хорош Феникс, собственно, чем хороши все летающие юниты? У них, как правило, высокая скорость перемещения. Следовательно, они могут преследовать цели. Вот так вот. Феникс работает, все работают. Так. Угу. Ну, остались. Давайте чуть-чуть обойдём его, наверное, да? Возьмём задний отряд, который сзади сейчас у нас оказался. И, так сказать, окружим. Окружим врага. Нанеся ему урон не с фланга даже, а с тыла. Всё. В таком случае мы... Так, а что ж такое? Что это у нас тут себе позволяет? Вот эти вот... Бандиты. Так. Обстреливает моего Феникса. Его ж потом нужно будет лечить. Кто это будет делать? А, конечно же я. Так. Что касается детализации самих войск. То есть, как вы видите, даже на низком качестве мы имеем хорошую картинку в плане детализации. Бандиты. Даже в самый... Ох! 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 Вот так вот окружили. Немножко поклепали. Ох! И у нас он, собственно, уже избежал. Так, что там у нас в Феникс? Угу. Ну, собственно, тут, наверное, уже всё. Переставляем на высокую скорость. Вот. И ждём, пока всех перебьют. Как вы видите, у нас здесь измотанные показывает, да? Активные, свежие, очень устали Фениксы. Вот так. Урон от артиллерии. То есть, в данном случае сейчас нас ещё и наша артиллерия обстреливает. Поэтому взлетаем. Угу. Всё, артиллерии закончились выстрелы. Ну, немножечко добиваем этих. Огненный Феникс. Тут, кстати, есть ещё, помимо Огненного Феникса, другой Феникс. По-моему, Морозный или Ледяной он как-то так называется. Кстати, что касается самих войск по численности. То есть, как вы видите, здесь у нас один, да? Персонаж. И здесь один персонаж в отряде. Но он обладает весьма такими впечатляющими характеристиками. Ну, завершаем бой, собственно, уже всё и так понятно. Так. Потери у нас были вообще понтовые. То есть, как вы видите, двух бойцов всего потерял. Если бы это был авторасчёт, то там было бы 20. Ну, примерно. Вот так вот. Сейчас мы восстановимся за один ход. А в другом случае нам понадобилось бы пару ходов. Кстати, восполнение армии здесь происходит автоматически. То есть, если вы находитесь в своём или в союзном регионе, они автоматически пополняются. Ну, опять же, кто играл в серию Total War уже более новые, скажем так, с 2009 года, там этот вопрос уже проработан. Начиная с Шогана, про Японию, уже сделано так. То есть, если у нас Медейволы ещё, когда в Средневековье, там цена содержания отряда зависела от количества бойцов в отряде. То есть, если отряд побитый, то и цена содержания слабая. Здесь же нет. Здесь цена содержания остаётся прежняя. Единственное, что изменяется, это количество бойцов. То есть, мы как бы платим за найм новых бойцов, скажем так. Поэтому цена остаётся постоянной. Ну и в этом плане есть какой-то плюс. Есть какая-то логика, точнее. Итак, после боя наш герой получает определённые навыки, определённые артефакты может найти, какие-то доспехи или оружие, талисманы. Также может получить спутников. И что нового в Total War? Как и в первой части, как и во второй. Это то, что мы можем передавать как спутников, так и наши предметы. Другим лордом или другим героем. То есть, герои здесь это вот те же всякие там шпионы, убийцы, капитаны, которые могут действовать как агенты. Вот. И могут принимать участие в битвах. Что очень интересно. Очень интересно и иногда очень удобно. Культ из Лисшест проиграл. А Лотерн победил. Так, ну было, как вы видите, у нас по количеству бойцов чуть меньше, да, на 20 бойцов. Но качество их было всё же чуть лучше. В разы. Хм. И так. Что же нам за плюшки тут выдадут? Тоже очень, очень интересно. Так. Итак, тленных у нас 26. Смотрите, значит, мы заработали 380 монет повышения ранга, то есть, получили уровень опыта. Ну и, собственно, всё, да, плюшек больше не было. Что характерно, опять же, за любую битву мы получаем доход. Вот, очень, очень интересно. Плюс, смотрите уже, что мы можем сейчас сделать с нашим поселением. Уже нашим, так сказать. Окупировать, разорить, разграбить и занять, и разрушить. Ну, я всегда же выбираю всё-таки оккупировать. Мой стрижный кинь каковый. Всё, отлично. Поселение следующей фракции. Получили два влияния. Осколки пути. И, собственно, заняли поселение. Многие называют нашими птицами, Их братьdam, которое отрабатывают своими орехами и звуками... Сохлопами «The Witch King» должен быть защитных где-то, чьи себе отрабатывают. Ну, он, короче, рассказывает о том, что... Мой господин, ваши верные слуги со временем набираются опыта. Да я уже понял, конечно. Направляйте их развитие так, как считаете нужным. Нужно было сразу отключить, конечно, эти советы. Вы набрались опыта и можете улучшить свои навыки. Конечно же, улучшим. Смотрите сами. А что ж такое? Вот эта навязчивость, конечно, иногда раздражает. То есть сразу не убрал, да, и теперь вынуждены с этим жить, так сказать. Итак, значит, что у нас тут есть? Так, этого Васяна закрыть сейчас нельзя. А, настройки советника давайте. Только звук высокий, все, пошел домой. До свидания. Мой господин, вы набрались опыта и можете улучшить свои навыки. Значит, смотрите, что у нас тут есть. Можно улучшить самого нашего предводителя, да. Можно улучшить нашу армию. Для начала все-таки опыт походов по карте компании. Плюс 10%. Это всегда плюс. То есть плюс 10% к перемещению. Это очень-очень полезный навык. Ну и здесь опять нам рассказывают о том, как здесь все классно. Так, понял я уже. Так. То есть, если вы вообще новичок, то вам эта информация поможет в развитии и в движении. Итак, мы захватили, так сказать, пригород. Ну, поселочек, да. У нас есть вот столица. А мы захватили поселок. Что нам предлагают здесь построить? А именно. Это военная наша вся тема. Кто у нас тут есть? Великий орел, да. И есть белые львы. Такие вот маги, по сути, да. Бронебойный сельвийный плащ через леса. А, с тяжелыми секирами, простите. Это не маги. Так. Разбойники с луками. Актийские разбойники просто. Так, сереброшлемы. И... Ну, собственно, все. Так, а здесь у нас 40. 40 брони. Я обычно пытаюсь подобрать себе войска сбалансированные, но чтобы там были как можно защищенные бойцы. То есть, в данном случае это ударные всадники. Смотрите, здесь у нас есть со щитами. Сереброшлемы, щиты и просто сереброшлемы. Ну, когда у нас используются щиты, то у нас чуть-чуть хуже натиск. Ну, и они немножко дороже стоят. То есть, предлагаю все-таки брать их. Итак, данная постройка уже есть в этой провинции. То есть, как вы видите, у меня в столице действительно есть данная постройка. Поэтому строить ее здесь смысла нет. Она ничего нового давать не будет. Так, вот такие вот есть стражи феникса. Пехота с алебардами вообще просто ребята зверские. Итак, звездный дракон. Вот такая вот чешучатая у него шкура. Принцы драконы. 110 брони. Ну да, прям вообще не кисло. Ударные всадники. 50. Ну, собственно, тут надо все еще смотреть. А, кстати, вот очень интересно то, что в каждом поселении можно возвести опять же стены. Так, строительство стен вокруг поселения. То есть, с третьего уровня у нас уже появятся стены. Вот. То есть, если просто мы получим гарнизон на втором уровне, а уже на третьем, получим и стены. Плюс серьезный гарнизон, который может выдерживать атаки. Так, что же у нас тут есть? Приносимый доход. Развлечение. Так. Итак, рост. Ну, для начала, пожалуй, посмотрим. Угу. Доход 180. И 240 общественный порядочек у нас тут получится, да? Аристократ. Ооо, да ты шо. Крутяк. Ну, для начала, пожалуй, все же воспользуемся улучшением дохода. А именно, эльфийские украшения для торговли. И наши золотые монеты просто. Так, ну, считаю, первый выпуск, обзорный, так сказать, вводный, уже закрыт. Единственное, что еще хотел бы вам рассказать, какие отличия и новшества во второй части. Значит, во второй части у нас есть возможность обыскивать различные руины, места боевой славы, так сказать. И получать различные драгоценности, сокровища. Ну, или просто же нарываться на какие-то засады. На всем этом чуть позже. Ну, а пока все. Что ж, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии, что вы хотели бы увидеть в новых видео, в новых выпусках. Задавайте свои вопросы. На все комментарии отвечу. Ну, и, собственно, все. Пока. Пока-пока и до скорого.